здорово друзья ну что я не изменяя традициям снова снова на этом же месте снова на этом же месте где был предыдущий раз вот она вот она это легендарное место за два часа полтонны взяли здесь не знаю сегодня посмотрим что у нас будет все принципе я уже переодеты беру металлоискатель беру лопату ну и погнали так друзья опять же возле машины все то же самое короче что-то я здесь вчера не добрал что-то он что-то мне тут просигналила что-то вот такой кусок трубочки вот он наш первый сигнал из предыдущей ямы вчера он в азарте не до проверил ямку так ну что то есть но это мелочь уже сигнальчик у нас кто хороший с перегрузиком с перегрузиком гравий напомню копая поэтому так фиговая лезет все так но это не могло быть она то что фиговая лезет а это лопата не втыкается опять что-то не то я там почувствовал что-то врезался вот вот а вот она железяка идет идет блин зацепиться о трак так ну этот рак ночью такой-то интересный какой-то обломанный трак а ну это здоровый такой был тяжелее чем 7 килограмм если бы целый был нормально здесь же где вот трак выкопал еще сигнальчик литье литье блин так не хотит не хотит как либо уголок типа труба какая-то а вот она бог еще уходит поэтому и не хотела она сразу выходить такая конструкция из уголков сваренная же кручусь здесь сейчас лемех попался вот еще что-то еще один еще один лемешок я подумал что это под ним еще один был хорошее литье тяжеленькая хорошенькая уже у меня попались лемеха палец вот такие у штуки одинаковые четыре штуки они целые также поломанные были так пластиночку такой показывал команда так ну и что-то вот еще попалась очередная очередная железка относительно относительно небольшая а может большая не так как-то зацепилась вылезла ну вот такая вот железка в принципе хорошая классно лемеховый день сегодня так сегодня друзья результат гораздо скромнее чем вчера был хожу то ли мешки маленькие все железки собираю вот попалась что-то крупное решил вам показать в общем кое-как ломом выбил еще эти камни здесь люди сюда вал идет какой то что такое пока не знаю не очень тяжелая видимо полая внутри она какой-то видимо что-то типа кран какой-то хотя вот шестерни идет здесь на общем нелегкая нелегкая штучка хорошая маленечко попадается где мимо проехал так из такого более-менее топового шестереночка такая вот не выбивается земля твердущая земля давать это вывалилась так таких же станку такой вот кусочек это прям литье это литье су такими дырками сложим так вот у нас сложим и пойдем там еще находочки бога будет смысле надо там все вида металл искатель где лежит ничего наберем я думаю наберем каждый раз так ничего ничего потом попадается я думаю все нормально будет так где-то вот 10 мне попалась вот она что-то хорошее отсюда же я выкопал кубик этот литой прямоугольничек земля сухая твердая что-то круглая каток каток 10 килограмм такой вот к точек такие находочки отличные такие находочки отличные здесь что-то еще по моему есть давайте прозвоним сейчас сразу ты чуйку я на 10 ставлю что-то небольшое давайте посмотрим что это что-то жестяночная штучка опять на потопе тоже где-то там зараза вообще кусочек фильтра блин сетчатый потому что что нет что-то еще есть совсем небольшой совсем небольшой совсем небольшой и где это совсем небольшой может поглубже и что-то хорошее хотя навряд ли потому что сигнал такой короче жестянка конкретно копать ее не буду все ладно движим попалась такой вот такой вот и не значит такое даже полукруг какой-то ну видно что чего сломанная вот . рисорки это уголок с краю видимо был еще меньше куда кольцо блин так вам давать еще проверим что то есть еще совсем жестяночка прям прям что-то сигнал как-то здоровенный что-то ребята большое вот это да вот я говорю то ничего ничего то как попадется прям в прямом эфире вот это да вот такая вот штука класс как минимум 20 вешает а то и а то и больше вот таких вот и нормально будет классно еще зачетно не знаю возможно жесть лучше чтобы было еще одно такое же кольцо так что-то вроде что-то вроде хорошая красного цвета тракторная запчасть ой дождика давно не было что-то круг какой-то ребята сейчас мы сейчас выкопаем лежит не глубоко если она не тяжелущая то нужно поддаться она не поддается я край в принципе еще не зацепил не ребята она нет она не пойдет все он машина стоит подъезжая сюда сейчас сломал еще один сигнал выцепил что-то байдой на конце вот вот так вот уходит вот такая вот фигна богина фиг пойми что это такое вот это крепление машины найти не могу еще сигнал тормозной диск вот такой вот красный вытаскиваем зашевелилась вроде здесь фрукток какой-то еще идет сверху прямо вот это она короче в плотной глине в такой поэтому не знаешь насколько она тяжелая железяка ну всяко легче чем жестянка правильно это на диск походит ух ты не нормально вешает нормально как-то тот кругляш здесь дырка видите да наверно это от колеса что-то как-то полукруг какой-то накручивался куда-то наверно надевался вот так вот кочегарки значит вот еще один там у нас колесо это красная был еще круче красная что-то шкивка это видимо лопатой не рискнул я его доставать от греха подальше да конечно он тоже не вытаскивает попробуем поднялся поднялся так сейчас может у него середина есть дырка среди вытащил обломок как они не обломок нормальный нормальная штучка отлично отлично вот таких больших бы побольше но сигнальчик перегрузочкой не смотрел еще честно говоря что то есть небольшое небольшое такое хорошо звенела потому что вот петля замкнутая вот такая вот петля круг кто копает знает что такие самые звонкие сигналы квадратик из двух швеллеров сварена квадратная труба и сверху еще а по бокам вот пластины для отлично очередной сигнал до этого квадрат хороший был литой у нас тоже что-то что-то хорошее такое вот короче нормально он сейчас покажу машины прям рядышком все здесь же я сигнальчик у меня тут какой-то какой-то хороший вроде 5 земля как бетон все идет наш след там остался финна финна бобина такая классно классно прям прям вообще капец сигнал может решеточка или секция от котла я надеюсь что это не бетон так ладно сейчас я откопаю и покажу что там есть он ребята это крышка от колодца колодец один идет здесь вот получается второй вот тысяча тысяча девятьсот восемьдесят шестой год колодец короче не пойдет так вот здесь по кирпичам сейчас пошел короче смотрите вот прям видно будет или нет вот он прямо лежит вот так вот голый в принципе если бы конечно не металлоискатель я бы его не увидел не можно было бы заметить конечно вот он пожалуйста вот он пожалуйста вот он пожалуйста отлично 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 шикарная штука здесь же с перегрузкой что то выдают под кирпичами надеюсь что это не жестянка надеюсь что что то хорошее не голая жизнь даже если это лист будет так как пойдем подлезть то ага это лемех ага здесь еще что то и там еще что то так ну тут вот лемех сточенный здесь здесь такой вот короче сбросик такой отличный отличный шикарный так проверим что то еще есть где вал лежал походу еще один что ли нет да еще один вал такой же ёперный макар посмотрите шикардуха какая шикаревич где вон он лежит один и вот он второй давай туда к нему короче вот опять что то еще раз в этом же месте где валы лежат точнее лежали вот вот такая вот штучка с надписями здесь она получается вот такая же штука здесь была каточек такой с надписями под ней вот это толще было который это большой диск этот баран и ромашка вот она с чем-то еще пошевелить даже найдет уголок короче здесь маленько уже было подкопано кем-то то есть они наткнулись вот на вот эту шестянку и копать я беру наткнулся вот на эту причем вот этого штука вылезла ну и вот что вышло вот такие вот пироги шестеренку весу в ней как минимум десятка каток вешает больше чё по весу я не знаю с одной стороны она вот так вот сидит другой стороны там повыше стоит так друзья ну что сдался я как всегда у нас отчет отчет значит еще цена также 18 рублей сейчас я вам вес все назову окошечко прикрою значит 18 рублей цена сегодня 20 22 января ой января все уже 22 мая до 22 мая сегодня цена у нас 18 рублей это воскресенье значит он сказал что ну с понедельника будет падать вот я у него уточнил он говорит ну примерно у нас горит прогнозы 1000 на 5 сразу упадет ну то бишь рублей 13 будет стоить сразу с маху значит ну каждый по-разному относится к этому кто-то говорит они сдавайте там цена вырастет кто-то так сдает ну в общем я решил что я буду так именно сдавать значит в эту биржу так скажем не играть потому что в ней можно застрять очень надолго если в принципе вам деньги не нужны хотя ну блин ну те кто копают металл процентов 90 они копают ради денег чтобы сейчас свои сейчас им деньги нужны но в принципе если вам сейчас деньги не нужны вы можете подождать ну например год то я вам гарантирую через год цена поднимется то что некоторые говорят там через пару недель там цена поднимется но не мне чудо в это слабо верится она наоборот еще хлеще будет падать где-то уже конечно по 10 рублей уже ниже некуда падать сейчас мне кстати смс к пришла по не завтрашнего дня у нас понижение картона еще на 2 рубля 6 рублей за килограмм картона и вообще воде кто собирать час не будет ты какой смысл вообще вот значит ну я для себя короче принял решение что вот я сдаю и я подумал что хотя бы до 15 рублей цена если будет я буду сдавать но уже 13 конечно я сдавать его не буду не знаю как и насчет ездить ней но я ездить буду в любом случае и что-то я буду сдавать ну по крайней мере как минимум на бензин то надо будет сдавать а то как бы в минус будешь уходить в итоге потому что я езжу далеко и у меня практически штука уходит на бензин вот в общем вот такие вот у меня домыслы поднимется цена через пару недель ну вот прекрасно просто будет просто замечательно будет ну не поднимется значит ну я был прав что я все-таки сдавал этот металл как она дальше сейчас будет и неизвестно то есть это раньше было пару не что летом цена опускается зимой поднимается но сейчас ситуация немножко другая поэтому и соответственно фиг знает что там прогнозировать ладно короче привез я блин здорово 470 килограмм вообще ребята превосходно я рассчитывал до 400 там с плюсом 470 бомбанули по 18 рублей минус там засор траляля 8050 рублей кто-то мне в комментариях я там делал короткое видео short видео что-то мне в комментариях написал да блин сейчас такой ценой лучше там на дядю работать чем за 100 рублей это самое копать за 100 рублей 8 кусков но сейчас я вот так тысячу уберу на бензин 7000 чистоганом в карман за день вы на кой работе это на дядю поработаете не ну конечно у кого там за 10 рублей цена тогда ну да может быть ну это 470 килограмм это даже по 10 рублей на четыре с половиной тысячи сдам ты еще на бензин три с половиной тысячи получится я в офисе работаю основная у меня работа то есть эта подработка у меня в офисе сейчас примерно тысячи три в день выходит и тут три с половиной будет выходить даже с 10 рублями если ну 450 килограмм сдавать еще мои ну все в общем ребята вот такие вот результаты что-то я затянул с этим с финалом как дальше чем будем ролики снимать не снимать там не знаю сейчас как будет с ценой в общем ну короче посмотрим посмотрим ребят но в любом случае чуть наверно буду выпускать ну все друзья до новых встреч пока пока